Друзья, всем привет, с вами Яков. И сегодня мы с вами разберем лод некроманта, то есть того некроманта, который использует самосвет на следе снов. При этом мы будем дамажить с помощью нашего генератора, то есть умением мрачная жатва. Также нанесение урона нам будут помогать наши симулякры. Но еще дополнительный баф урона будет идти от косы Найра. В результате чего этот персонаж получается довольно-таки живучим, а самое главное наносит очень неплохой урон. И теперь в текущих реалиях такой билд у некроманта становится одним из лучших. Классный урон, классное выживание, что еще надо для хорошего геймплея. Ну и если вас такой персонаж интересует, то давайте разберемся и с билдом, и с экипировкой. Поехали. Лод геймплей. Это значит, дорогие друзья, что мы должны использовать самосвет на следе снов. И если мы его используем, то все приметы остальные, которые будет использовать наш персонаж, должны быть древними или же первозданными. Для того, чтобы этот самосвет полноценно работал. То есть, чтобы мы наносили больше урона и меньше урона получали. В качестве двух дополнительных самосветов я использую силу простоты, а также проклятие пораженных. Ну а теперь давайте пройдемся по остальным примерам. Поехали. Да, мы используем единство для того, чтобы наш персонаж получал меньше урона на 50%, так как вторые 50% будет на себя забирать наш спутник. И напоминаю, что точно такое кольцо должно находиться и на спутнике тоже. В качестве второго кольца мы используем собрание стихий, для того, чтобы раз за фазу кольца поднять свой урон от яда. В качестве амулета мы используем призрачные видения, для того, чтобы наши симулякры работали бесконечно. Кроме того, наши симулякры за нами будут повторять умение мрачная жатва, то есть это наш генератор. На запястьях у нас находится наручь возмездия, для того, чтобы мы призывали элитного противника, как только активируем пилон или шрайн. На руках у нас находятся каменные рукавицы, ну и когда мы будем получать урон, мы будем повышать, очень неплохо повышать нашу броню. Правда, при этом будет страдать наша скорость атаки и скорость перемещения. И вот, чтобы от этого дебафа избавиться, мы на себя надеваем сапоги. Сапоги для хождения по льду, и вот они, как видите, от эффектов замедления нас будут избавлять. Также мы будем получать меньше урона от холода. Очень пригодятся нам, что мы покорисли подземных глубин, потому что они будут повышать наш урон от генератора. Что касается наших рук, то в главную руку мы берем косу, пожелтевший клык трагула, ну и благодаря этой косе мы будем повышать урон по проклятым противникам. Что же касается филактерии, то в этом случае нам важна филактерия, и нам надо именно высокомерие леджера. Почему? Потому что наш генератор, мрачная жатва, будет наносить больше урона за каждую восполненную единицу эссенции. То есть, чем больше наш некроман будет эссенции восполнять, тем больше урона он будет наносить. Так что, дорогие друзья, тут желательно, чтобы во вторичных свойствах, как в нашей филактерии, как в нашей косе, присутствовало увеличение эссенции. Это будет совсем не лишним. Далее нам пригодится шлем, ликандрель, потому что с помощью него мы будем поднимать нашу скорость атаки, а также урон от яда. Далее мы берем наплечники воли розета. Ну и благодаря этим наплечникам умение скелет маг приобретает руну сингулярность. Другими словами, когда мы будем призывать скелета мага, будет полностью расходоваться наша банка эссенций. А в этом геймплее нам это даже выгодно. Теперь давайте разберемся, что у нас находится в кубе. Рубрика бижутерия, и там у нас кольцо приговор Крисбина, для того, чтобы мы наносили больше урона по тем противникам, на ком будут наложены эффекты контроля. Рубрика броня, и там у нас призрачные башмаки, для того, чтобы мы беспрепятственно проходили сквозь противников. Ну а рубрика оружия, там у нас черная смерть Найра. И благодаря этой косе мы будем повышать наш урон некроманта в целом за каждое ядовитое умение, которое мы будем использовать раз в 15 секунд. То есть чем больше ядовитых скиллов мы будем использовать в нашем билде, тем больше урона наш персонаж будет наносить. Так, теперь давайте разберемся, что мы будем ролить в наших предметах. Итак, основной наш урон мы наносим с помощью генератора Мрачная Жатва. Поэтому поднять урон от этого скилла мы можем в трех предметах. Это в нашем поясе, в штанах, ну и если получится, в филактерии. Наш генератор будет наносить урон от яда, поэтому поднять урон от этой стихии в кавычках мы можем с помощью трех предметов. Это естественно с помощью нашего шлема, далее наших наручей, а также амулета. Что касается дополнительного наруливания, то тут нас очень интересует скорость атаки. Потому что чем быстрее мы будем атаковать, тем для нас лучше. КДР особо сильно не ролите, я бы даже сказал, на нем особо не заморачивайтесь. Ну а так как наш персонаж находится постоянно в ближнем бою, и возле него постоянно находятся противники, то в принципе будет не лишний такой параметр, как урон по области. Дополнительная скорость атаки. Так что если есть возможность, этот параметр можете тоже нарулить, лишнего не будет. Ну и это все, что касается нашей экипировки. А теперь давайте перейдем к рассмотрению билда. Для начала пассивки. Одиночка будет помогать нам поднимать броню. Трупное окоченение будет помогать замедлять противников. Быстрая атака будет повышать скорость атаки нашего генератора. Ну а переполняющая эссенция, запас эссенции нам будет повышать. Теперь давайте разберем наши активные скиллы. Для начала умение симулякор и кровь и песок. С помощью этой руны с нами будет бегать 2 симулякора. Ну а далее у нас идет 5 умений, которые используют эти виды руны. То есть это каждое умение, благодаря которому будет повышаться урон благодаря косе найра. То есть суммарно мы сможем поднять свой урон на 500%. Итак, наше основное умение это мрачная жатва и проклятая коса. С помощью этого скилла мы наносим, как я сказал, основной урон, а также будем навешивать проклятие на противников. Скелет маг и конкретно мы ему выбираем руну заражения, потому что это тоже ядовитая руна. Хотя напоминаю, что скелет маг будет работать и с руной сингулярность. Но выбранная руна ядовитая, значит это второй баф для косы найра. Третий баф это повертие скелетов и смертельный приказ. Это в принципе бесполезный скилл, он нам нужен, чтобы получить третий баф для косы найра. Четвертое, также бесполезное умение, это костяное копье и чумная строма. Это умение уже для четвертого бафа для косы найра. Ну и пятое умение, довольно-таки полезное, это костяная броня и руна смятения. Во-первых, благодаря этому скиллу мы будем получать дополнительную защиту. Во-вторых, это уже, как я сказал, пятое умение для бафа косы найра. А также, благодаря этому скиллу, мы будем оглушать противников. А оглушение это дополнительный элемент контроля, что будет запускать наше кольцо приговор к резьбина. А это значит, что мы будем мощнее дамажить. Ну это все, что касается билда. А теперь давайте разберемся, как это все работает. Ну а что касается геймплея, дорогие друзья, то тут все предельно просто. То есть мы побегаем вплотную к противникам и постоянно-постоянно-постоянно работаем по ним к генератору. То есть это у нас персонаж ближнего боя. Просто молотим и все. Больше практически ничего делать не надо. Но давайте обговорим это практически. Ну во-первых, как только появляемся на локации, мы запускаем наши симулякоров. И они будут по сути работать бесконечно. Но далее мы должны вовремя запускать наши бафы на увеличение урона. Напоминаю, что мы должны раз в 15 секунд запускать скиллы, которые наносят урон от яда. Как мы делаем? Бежим вперед в виде противников, запускаем туда скелетов. Обычных наших скелетов. Это сразу наш первый баф. Сразу по этим противникам запускайте ваше умение Костяное Копье. Это уже будет второй баф. Третий баф это запускайте ваших скелетов магов. Следующий баф это запустить наше умение Костяная Броня. И первый раз это умение запускайте сразу возле противников, для того, чтобы получить дополнительную защиту. А вот уже потом это умение надо будет прожимать именно в нужный момент. Какой? Я сейчас объясню. И вот вы уже прожали 4 умения, которые наносят урон от яда. И пришло дело к пятому умению. Это естественно к нашему генератору. И все, стоим возле противников и работаем, работаем, работаем нашим генератором. А потом начинаем уже опять-таки раз в 15 секунд прожимать наши ядовитые скиллы. Но дорогие друзья, при этом смотрим на нашу банку эссенции. Как только видим, что наша банка эссенции восполнилась полностью, сразу запускаем наше умение Скелет Маг. Потому что когда мы себе восполняем эссенцию, мы наносим больше урона. Банка эссенции восполнилась, запускаем мага. Банка эссенции восполнилась, запускаем мага. То есть этот момент держите на контроле. Затем напоминаю, что мы работаем с помощью двух колец. Это собрание стихий и приговор Крисбина. А основной наш урон, напоминаю, мы наносим с помощью яда. А яд идет, напоминаю, сразу после физического урона. Поэтому как только вы видите, что на кольце собрание стихий уже идет физический баф, вы начинаете прожимать ваше умение. То есть скелетов, далее умение Костяное Копье. Затем скелетов Магов. И прямо перед ядовитым бафом вы прожимаете ваше умение Костяная Броня. При этом это умение будет оглушать противников. Значит запустится приговор Крисбина. И значит под ядовитый баф вы будете наносить ваш максимально возможный урон с помощью вашего генератора. Вот такой вот, дорогие друзья, алгоритм действия. Просто работаем в ближнем бою. Следим за банкой эссенции. Как только она восполнилась, сразу сливаем ее с помощью скелета мага. Ну и раз в 15 секунд прожимаем все наши остальные ядовитые скиллы. Ну а Костяную Броню исключительно перед ядовитым бафом на кольце собрания стихий. Вот и все. Весь простой, незамысловатый, но довольно-таки мощный геймплей. Что вы о нем думаете, пишите в комментариях под видео. Ну а я с вами прощаюсь. Благодарю за внимание и за просмотр. Не болейте. И желаю удачи сезоном походя. Друзья, если вам нравятся ролики на этом канале, комментируйте, советуйте друзьям, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал на ютубе. Вступайте в группу вконтакте. Я же для вас буду подготавливать все новые и новые интересные видео. Желаю всем удачного фарма. С вами был Яков. Пока.